Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп И месяц январь у нас, смотрю вообще, период, скажем так, новинок от компании White Siberia До этого мы снимали мини-скутер White Siberia И очередная новинка в этом видео, мы с вами поговорим о новом электроскутере Также от компании White Siberia, это VS Pro 2500 Ватт С вами поговорим, в этом видео вы увидите, на что способен данный байк Его характеристики, разберем внутреннюю, посмотрим, ну и поговорим о самом интересном Поехали! Ну что, друзья, давайте знакомимся с новинкой Что в глаза бросается, кардинально каких-то сильных изменений в этом скутере от других моделей White Siberia Кардинальных я не вижу, но если мы с вами говорим о мощности, то здесь, конечно, 2,5 кВт То есть мотор-колесо, таких, скажем так, мощностей еще пока мы в рядах электроскутерах не встречали Потому что всегда они были киловаттные, полторашка, двушка, трех, четырех киловатт, да, тут какая-то золотая середина 2500 Ватт Плюс литье и самое интересное это колеса, да, то есть вы сами обратите внимание, что протектор вообще отличается То есть он как и вроде и грязевой, при этом что-то между сликом и грязевым То есть если говорить там о штатном грязевых покрышках, да, то есть в White Siberia, вот как, например, сейчас камера идет на трайк, да, то есть вот в White Siberia так же, да, здесь представлены Видите, такие протекторы глубокие, они реже повторяются, скажем так, на покрышке Здесь же у нас с вами на покрышке совсем другая резина, то есть новинка Посмотрим, как это ведет себя на дороге, но я уже чувствую, если честно, исходя из визуального эффекта, что, скажем так, если вы будете ездить на такой резине по ровной поверхности То вот этой вибрации, которая происходит от таких покрышек, которые вот грязевые прям большие, ее не будет, скорее всего Но обязательно покатаемся, посмотрим, что оно и как себя ведет не только, скажем так, по грязевой, а и по ровной поверхности Также, что в глаза бросилось, это, конечно же, сидение Обратите внимание, сидушка стала цельная, большая, сплошная, не как из серии White Siberia, которая раньше выпускалась Две сидушки раздельные, да, такие немножко жестковатые, но, в принципе, по мне, скажем так, было тоже неплохо Тут сидушка стала вообще прям мега комфортно, удобная, мягкая То есть ей спокойно, скажем так, для заднего пассажира можно сделать Единственное, что, сейчас даже попробую сзади сесть Ощутить, как удобно, неудобно будет В принципе, знаете, нормально, вполне Причем самое главное, что сзади у нас с вами кофр стоит То есть она упирается в спину и достаточно удобно и комфортно Поэтому здесь, я думаю, что проблем не будет И дискомфорт, я думаю, вряд ли вы получите Также основная, скажем так, фишка данного скутера Это то, что здесь, в этом скутере появилась возможность установки трех аккумуляторов сразу То есть у нас в штатном идет формате один аккумулятор 60-ти вольтовый на 21 Ач, тайваньский с балансиром Ну, штатный, который, в принципе, выпускается во всех электробайках Классических сетяков от компании White Siberia Тут у нас отсек стандартный под второй аккумулятор Здесь у нас, вот видите, отсек Такой аккумулятор Сюда спокойно встает И, соответственно, вы уже катаетесь, ездите Пробег в два раза будет больше Теперь Откроем Отсек по третий аккумулятор Кстати, обратите внимание, что вот мне не понравилось сразу То есть это не вот компания White Siberia Прошу обратить на это внимание И вот этот момент, наверное, как-то доработать Если у вас стоит, например, сидушка И стоит, ну, точнее, сидушка стоит само собой Если стоит установленный кофр И вы хотите, например, третий аккумулятор установить Либо снять То некомфортно Вот эти вот ограничители Которые, да, вот складного Он цепляет за сиденье То есть постоянно трется, да И со временем, я думаю, что он так потрется Что, скорее всего, потрескаться Либо порвется Потому что материал, по ощущениям, это эко-кожа Они натуральные Она, я думаю, что такая достаточно износостойкая Но, тем не менее, ничего вечно не бывает Тем более, когда такие притерки, видите, будут постоянно Так вот, открыл отсек под третий аккумулятор Силового кабеля я тут, как такового, не вижу То есть здесь нужно либо выводить Либо, вот основной аккумулятор, смотрите, да Вот у нас силовой кабель, скорее всего И с помощью него вы перекидываете сюда его, да Подключаете Можно кататься, ездить на этом аккумуляторе Вопрос только, как его нам сюда закинуть Скорее всего Здесь изначально отверстий, как такового, нет Тут нужно самостоятельно проделать отверстие И его запускать вот так вот Из сидения Опять же, визуально я смотрю Аккумулятор, если мы возьмем тот, который, например Классический дополнительный аккумулятор, да, в Сибири Смотрите Вставляю, просто Глаз мой сразу определил, что сюда он не заходит Я сразу так вот подумал Слушайте, ну, наверное, все-таки какая-то китайца Опять в очередной раз на фабрике Что-то как-то не углядели Но Уточнили У компании Vice Siberia Они сообщили, что Аккумуляторы здесь специальные Другие тут формы И они спокойно зайдут Фотографию Сейчас мы приложим к этому видео Вы можете увидеть, что аккумулятор визуально отличается И по заявлению производства Спокойно заходит в этот отсек Соответственно, спокойно Можно установить три аккумулятора И, соответственно, пробег у вас будет До 140-150 километров Зависимо от манеры вашей езды Так, что касаемо мощности Как я сказал, мощность 2,5 киловатта Максимальная скорость достигает 40-45 километров И пробег на одной зарядке до 45 километров Ну, если вы установите три, соответственно, будет в три раза больше вы пройдете расстояние Давайте с вами пробежимся по штатному вообще управлению Пробежимся с вами по подвеске Много мы видео снимали с вами И рассказывали вообще о каких-то моделях О всех моделях White Siberia Пробежимся, посмотрим, что здесь И сделаем с вами вывод И, конечно же, покатаемся Не переключайтесь Итак, давайте поговорим с вами о комплектации Связка просто огромнейшая Тут ключи, я не знаю, на все случаи жизни Так, это от гаража, это от квартиры, это от этого То есть, ко всему подходит Сами понимаете То есть, конечно, в этом плане неудобно Я не знаю, на самом деле, мне кажется, можно было бы сделать Каких-то два универсальных ключа И, ну, с запасными, да И более чем было бы достаточно А тут у нас с вами получается четыре вида ключей Плюс запасной И два брелка Итак, давайте включим Так, включили бортовой компьютер Бортовой компьютер также в классике White Siberia Здесь ничего визуально, по крайней мере, не изменилось Мы с вами увидим Сверху это спидометр С левой стороны вольтметры Шкала зарядного устройства Показывает, сколько у нас заряда осталось Центральный одометр, то есть пробег И режимы скоростей По режимам скоростей здесь три скорости Классического формата Как на всех скутерах, электроскутерах Давайте по управлению посмотрим Справо налево Кстати, да, и здесь, в принципе Кто, может быть, не знает Здесь также имеется индикация То есть, если вы обратите внимание Показывает поворотники Когда мы включаем с вами освещение То есть здесь вся индикация, она показывается Итак, что касаемо управления Справа стороны у нас стоит с вами Классическая ручка газа То есть газ нажимаем и едем Тумблер рукопереключения скорости Как я сказал ранее, три режима скорости Система гидравлического торможения Передняя и задняя Стандартная в формате White Siberia То есть топовая С прозрачными бачками И с регулировкой рукоятки Да, там, по длине То есть с любой, любой человек В принципе, также ребенок С любой ростовкой можно управлять Штатный идет у нас с вами Классический держатель для телефона Универсальный С левой стороны у нас с вами идет Тумблер приключения света Свет у нас здесь, как классический Такой основной, основная фара И две фары дополнительные Чуть ниже у нас с вами поворотники Поворотники у нас спереди и сзади И электронный сигнал Ниже мы с вами видим Эта кнопка старт-стоп С помощью нее можно без ключа заводить Соответственно, ну здесь изначально White Siberia она уже Как мне кажется, наверное, год или два Уже как убрала возможность Самого классического ключа зажигания Сейчас используют только Либо брелок можно завести Либо завести с кнопки старт-стоп Итак, система освещения вы увидите То есть у нас с вами в том же формате Осталось, как и на всех скутерах White Siberia Дополнительные фары Основная фара Работа в трех режимах Ближняя, дальность, рыбоскопы Сигнал, поворотники Поворотники также в таком же формате Заострять внимание особо сильно я не буду Много о них рассказывал Подвеска достаточно здесь О подвеске и подвесках Как я говорил, вы ранее снимали Которые снимали видео White Siberia Такая же подвеска Передняя телескопическая Хорошая Отрабатывает великолепно Сейчас посмотрим Покажем вам Все видите сами Задняя у нас с вами идет Воздушно-масляная С регулировкой То есть здесь у нас с вами бачки находятся Если вы помните, мы снимали видео про мини-ситикок Там конечно имитация бачков Здесь полноценные бачки Как в принципе во всех моделях White Siberia Классических скутерах Здесь вы воздух подкачиваете Усиляете Усилили И спокойно можно нагружать максимально Максимальная нагрузка По удовлетворению производителя Выдержит до 250 кг Поэтому Если вы планируете ездить С большой нагрузкой Я думаю проблем не возникнет никаких Давайте с вами поговорим С задней части это кофр Кофр классический Как и в White Siberia Всех моделей идет Глубокий достаточно Вместимый Здесь мы с вами видим Комплектация зеркала То есть они просто здесь не установлены Также у нас с вами идет Зарядное устройство Вот на самом деле Сколько снимаем видео в White Siberia И знаете сколько я не беру Там комплектации Еще что там Коробочки Пакетики Там у них Книжечки Вот на самом деле Все Знаете когда продуман До мелочей Как вот там Не знаю продукция Apple Продукция там Сяо То есть прям Ну приятно В этом плане конечно молодцы И надо отдать должное Зарядное устройство У нас с вами идет 3 амперное Учитывая что по временем Примерно где-то 7-8 часов Будете заряжать Так Давайте дальше посмотрим Спинка То есть кофру можно снять Спокойно поставить спинку И кататься Либо со спинкой Либо с кофры Кофра Обратите внимание Кто не знает Например Или кто не видел У нас с вами здесь идет Металлическое крепеж То есть основание Это не какой-то не пластик То есть Все достаточно Мощно Сильно Капитально сделано Поэтому Как правило Сорвать Достаточно проблематично Понятное дело при желании Можно сломать Разбить все что угодно Но здесь Нужно очень сильно постараться Сзади обратить внимание Идет у нас с вами С поворотники Стоп-сигнал Он же габариты Единственное что конечно Не знаю Мне кажется Учитывая что если кофр стоит И здесь так Он его закрывает Мне кажется Так Можно было со стопором Что-нибудь переместить Его как-то Все-таки Но посмотрим Я думаю Что если на большом расстоянии Метров 10 Там машина едет Или еще что-то Я думаю Что уже увидит Конечно Так что мы здесь Еще с вами видим Сумочка стандартная С ключами с набором По классике От Вайт Сиберия Инструкция на русском языке Паспорт Откроем Посмотрим Раньше Вайт Сиберия Всегда Со всеми там Фишками Описаниями Оставлял Так Ну в принципе Стандартный Я понял Ничего нового Здесь такого нет Ну что посмотрим А да Ну все Схема не оставляет Молодцы Конечно Мне просто интересно Было Какой-то из моделей Мне показалось Что схему уже убрали Потому что схема На самом деле По мне Если какие-то Например Отдаленные Российские глубинки И вы себе Скутеры заказываете И когда Нет присутствия Например сервисного центра Немаловажная часть Иметь Хорошее Скажем так Описание Там паспорта Устройства Где можно Четко Посмотреть Те же самые Схемы Нахождения Того же самого Контролера Как оно идет Что в случае Если поломки Не дай бог Вы могли бы С помощью Грамотного электрика Которая есть Там рядом Можно было бы Отремонтировать Этот вопрос Ну и Гарантийный талон Гарантия 12 месяцев В принципе Все стандартно Субтитры сделал DimaTorzok Ну и так Что могу сказать На самом деле Мне очень нравится Эта резина И вообще У них что-то суправление Поменялось То есть Он стал Какой-то Более юркий И Менее Такой Знаете Такорный Как молоток То есть Сейчас Поддается управлению Контур руления У него Появилось Возможно Они поработали С подвеской То есть Более глубокие Изменения Нежели Просто Заменили резину И поставили Другой мотор Вот Поэтому Мне очень нравится Сидушка Очень комфортная Мягкая Подвеска Такая Прям Покомфортнее Стала Покомфортнее Нет ощущения Что ты едешь На колу Так в принципе Чувствуется Два с половиной киловатта Как они есть Так они есть Не сказать Что динамики Недостаточно Тем более Если пытаться Допустим По парку Либо же По Тротуарам Ну Ее Головой хватает Не сказать Что я прям Мало Тормоза Хорошие Тоже В принципе Нестандартные Но Опять же Для этой скорости Тормозов достаточно Но Больше всего Мне нравится Как он рулится Тобой ощущения Что реально Они поработают На подвеске И вообще Кинематике Подвеска Потому что Он был более Больно юркий Какой-то стал Возможно Это из-за резины Потому что Раньше была овальная Резина И ее было Тяжело С ней управляться А эта Прям так Влево Право Сухой Даже Обычный Мотоцикл Можно Так сказать Сейчас Я думаю Мы Пойдем На второй Круг Позволит Редактор субтитров 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 186 сантиметров Такое ощущение Что как будто Покороче Стал Для еще других Ну а если с кофрой Так ребята Если с кофрой 2,11 Так и Ширина Ширина у нас С вами Выходит 81 сантиметр Как то так Вот кстати Знаете что еще Заметил Вот сюда бы Я бы наверное Я в принципе Это не касаем Даже только Вайтсибири Но вот Под отсек Вот именно Что-то мне кажется Когда встаешь сюда Она проминается Я бы какой-нибудь Не знаю Сюда поставил Снутри усилитель Что ли Конечно Если аккумулятор Поставишь То уже Такого эффекта Не будет Но Что-то нужно Было бы сделать Я думаю Друзья Вскрыли с вами Крышку Посмотреть Где стоит контроллер Контроллер В том же месте Как и все контроллеры Смотрите Проводка Все сделано В стиле Вайтсибири Все аккуратно Все собрано Упаковано Вот стоит контроллер Контроллер В принципе Визуально Выглядит так же Как и выглядели Трехкиловатный контроллер Который мы вскрывали Так же От компании Вайтсибири Здесь не указана Мощность Но при этом Видно 60-ти вольтовый Да 35 ампер Вижу Плюс один Но нет Не указано Что я имею ввиду Что мощность По киловаттам Да Фишки Залиты термоклеем Вы видите Да То есть Само по себе Оно не отлетит Поэтому Все в принципе Нормально И кстати Хотел сказать Друзья В принципе Данный байк Он был выпущен Взамен ВС2000Про Если вы помните Была такая модель Это уже будет Скажем так Старший брат То есть Вместо этой модели Будет уже Вот этот байк Который мы с вами Сейчас Знакомимся Смотрим Ну так Друзья Да Кстати Что вы обратили Внимание На то Что здесь Появились Ушки Такие Которые Крепятся Именно Контроллера Раньше Если контроллер Просто Клеился На двухсторонний Скотч То есть И приклеился К корпус Самого Нижней части Крышки То здесь Уже Наталлические Усики Прикрепился И он Болтаться Уже Не будет И даже Со временем Если На скотч Он не Отклепится Какие-то моменты Как и у всех Потому что В каких-то Комментариях Я читал Что вот У кого-то Попался В Айтсибири Что-то Не так Ну Друзья Давайте Отрезво Смотреть На вещи К сожалению Конечно Это все Брак Бывает Везде Даже При желании Может Лексус Купить И ушатать За 2-3 тысячи Километров Или что-то Еще Сделать Поэтому Если взять Серийно Мы Как продавцы Например Видим Из количества Проданного Товара От того Или Иного Производителя Видим Скажем Так Дефекты Либо Браки Либо Обратную Связь От клиентов И Исходя Из этого Могу Просто Без Какой-либо Призятности У меня Нет Какого-то Особого Выделения В Айтсибири Скайборда Или Еще Что-то Мы Продаем Разную Продукцию Максимально Открыто И честно Вам Маловажна Часть Это Поддержка Сервисная Гарантия То есть Это Оно Есть И Достаточно Все Оперативно И Быстро В отличие От Других Многих Производителей Друзья Вот мы С вами Познакомились Новинка В Айтсибири ВС Про 2500 Ватт В принципе Если касаемо Резюмировать Байк Получился С точки зрения Неплохой Мне Что зашло В этом байке Это то Что есть Возможность Становки Трех Аккумуляторов Что Скажем так В этой Моменте Немножко Не понравилось Это то Что Аккумулятор Изменился Задняя часть Получается Что Например У меня Есть Вот такой Аккумулятор Я его Сюда Поставить Не могу Это Конечно По мне Конечно Это Немножко Неудобно Но Тем не менее Есть Аккумулятор Специально Под Эту Кофру Которая Внутри Находится Под Этим Сидением Куда Можно Установить Также Аккумулятор По заявлению Производителя 21 Ампер Час Который Штатный У нас Идет На всех Байках И Касаем Если хотите Хороший Пробег То Этот Байк Вам Цена Достаточно Достойна Если Говорить О мощности Его Комплектации И возможности Потому что Три Аккумулятора Это где-то 140-150 Километров Опять же В зависимости От манеры Езды Вес Райдера И Местности По которой Вы катаетесь А что Вы думаете Друзья Оставьте Пожалуйста Комментарии Поделитесь Дайте Обратную Связь Как Вам Байк Как Видео Надеюсь Что Вам У нас Магазин Магазин У нас Находится По адресу Москва Метро 1995 Торговый Центр Электроника На Пресне 200 метров От метро Имеется Также И парковка Приезжайте Катайтесь Посмотрите Все Расскажем Огромный Ассортимент Любого Электротранспорта Ждем Вас Всем Удачи Всем Пока